А далее к новостям культуры. Опера это не всегда музыкально-драматическое произведение. Оперой можно назвать и саму жизнь. Так считают уфимские художники Ольга Цимбаленко и Галия Ли. В их совместный проект вошли фотографии, живопись, калаш и инсталляция. На открытии выставки в галерее Мирас побывала Алина Гребешкова. Отдельно вот когда оторвать вот этот вот проект, вот само по себе, и жизнь сама по себе, конечно, сложно. То есть они вот так живут, они так дышат, они так думают, они так мыслят, они так разговаривают с нами. Опера – это уже не первый совместный проект художников. Ольга Цимбаленко и Галия Ли знакомы много лет. В своих произведениях они созвучны, но у каждой свой голос. По отдельности без проблем можем и выставляемся, и совместно. Потому что у нас так сочетаются, потому что так складывается, потому что так все сходится. Опера, поясняют художники, это огни ночного города. Это когда один плачет, а другой утешает. Вот посмотрите и поймете, что мы хотели сказать. Весенняя первая выставка такая. Хотелось праздника оперы. Живописец Ольга Цимбаленко и фотохудожник Галия Ли немногословны. Они считают, что слова не нужны, ведь их работы говорят сами за себя. Именно по этой же причине у произведений нет названий. По работам Ольги Цимбаленко ее мама может рассказать многое. Ведь в этих картинах истории, которыми художник хочет поделиться с миром. Даже ее изменения, они все в картинах. Даже я вижу настроение, какие-то планы, может быть. Это вся ее жизнь. Читать я уже умею ее картины. Идея проекта опера принадлежит художнику Рассиху Ахметвалиеву. Изначально планировалось, что в экспозицию войдут работы трех уфимских художников. Но затем проект трансформировался в совместную выставку Ольги Цимбаленко и Галии Ли. За каждой работой своя история. Но это единое цельное полотно. Кто это, мужчина или женщина? Что автор хотел сказать именно этим сочетанием? Крови лошади, получается, сидит девушка, рояль. Ну, очень интересно. Необычные совершенно картины, сочетание цветов, каких-то фотографий, которые присутствуют тоже в картинах. Цвета необычные. В общем, очень красивые. Произведения Галии Ли и Ольги Цимбаленко хранятся в частных коллекциях России и за рубежом, а также в государственных музеях страны. Уфимцы могут увидеть их работы бесплатно в галерее Мираз. Проект будет постоянно меняться. Кульминация оперы придется на всемирную акцию «Ночь музеев», которая пройдет в Уфе с 21 по 22 мая. По словам художников, зрители ожидают еще много сюрпризов. Алина Гребешкова, Павел Сагитов, Городской телеканал ЮТВ. Продолжение следует...